Частная территория для общего пользования. Новосибирские дворы заполонили заборы и шлагбаумы. Сегодня в Совете депутатов Новосибирска пытались разобраться, почему мэрия раздает земельные участки, по которым должны свободно проходить и проезжать все горожане. И как убрать преграды с пути, но при этом не ущемить интересы собственников. Кирилл Полиенко продолжит тему. Жители домов в центральном районе сначала возмутились в отделении земли 20-этажной свечки на тесном пятачке по соседству. Тяжбы идут до сих пор, дело сейчас в Верховном суде. Затем для проезда техники к стройплощадке на охраняемый окруженный забором двор мэрия наложила так называемый сервитут – право использования частной территории не только собственникам. Документы готовили в спешке, жители не нашли даже следов обязательного в таких случаях обсуждения на публичных слушаниях. Мы пытались запросить в мэрии документы данные, никто никаких документов почему-то не нашел, что их вот не существует. И мы видели только распечатку постановления мэра о наложении сервитута. Подписано было городецким. Суд подтвердил право оградить двор от строительной техники. Сервитут отменили. Но есть и обратные ситуации, когда доступ открывали всем. В Новосибирске в частные руки отдавали даже участки улиц. Один из редких благополучных примеров разрешения земельного конфликта – въезд на территорию бюро медико-социальной экспертизы. Раньше на этом месте стоял шлагбаум, и инвалиды не могли подъехать к самому входу. Теперь путь свободен. Подобных конфликтов в городе множество. Их причина – градостроительные ошибки чиновников. Следствие – затратные тяжбы между собственниками. При размежевании земельных участков не предусматриваются архитектуры города, проезды, проходы. Есть и практика восстановления виновных. Кто предоставляет такие земельные участки, кого-нибудь наказали. Начальник земельного департамента мэрии примеров припомнить не смог. Представлением земельных участков в городе Новосибирске занимаются два департамента – департамент строительства и архитектуры. Не всегда можно точно определить, повлечет ли представление этого участка в аренду к сложностям по проходу или проезду. Такой ответ не устроил ни депутатов, ни активистов Общероссийского народного фронта. Это по их инициативе вопрос вынесли на обсуждение в Горсовете. Чтобы в мэрии кто-то отвечал за эти вещи, конкретно отвечал, а не так, как вот сейчас доложили. Законом не предусмотрено, ответственности нет. Никто, два департамента отвечают за уделение земли и какие последствия мы не просчитываем. Ситуацию обсудят еще две профильные комиссии Горсовета. Возможно, придется создать отдельную рабочую группу, которая и даст окончательные рекомендации, как урегулировать существующие конфликты и не допустить их появления в будущем. Кирилл Полиенко, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.